У отличника физической культуры Геннадия Федоровича даже на восьмом десятке глаз алмаз. За 10 выстрелов выбивает 83 очка. Но мог бы и лучше. В прошлом охотник и биатлонист рассказывает, стрелять везде одинаково невозможно. В биатлоне там маленько поспокойнее стрельба, а там десятка побольше, как сказать. Ну и там и другое оружие было, там на 50 метров стрелять. Там быстрота, навык. Там за 20 секунд нужно успеть 5 выстрелов сделать и убежать с рубежа. Спартакиаду пожилых в Благовещенске проводят в седьмой раз. В этом году в привычный перечень дисциплин добавили плавание. Правда соревноваться в нем спортсмены будут позже, когда бассейны откроют. А вот препятствий для ежедневного занятия физкультурой у них нет. Очень популярным является у нас скандидавская ходьба. Вы, может быть, видели, что по набережной у нас многие люди приобретают инвентарь и занимаются данным, скажем так, оздоровительной ходьбой. Мы приглашаем всех на наш стадион, спортивно-оздоровительный комплекс «Юность», где можно вечером или утром пробежаться, заниматься на тренажерах. Людмила Лукьянчук спортом занимается не меньше четырех раз в неделю. Ходит на фитнес, кардио и силовые тренажеры. 900-метровку пробежала на одном дыхании. Говорит, в тренировках главное выработать привычку. Если вы еще молодые, чувствуете, что у вас есть силы, вы можете заниматься спортом. И потом, потом вы всегда занимаетесь. У вас войдет эта привычка, вы просто уже не сможете жить без этого. Будете бегать, будете ходить на фитнес, искать какие-то себе другие занятия. Ну, а если уж вас не очень хочется, вы расслабились и говорите, не пойду я сегодня в спортзал. Просто надо встать и дать, как говорится, себе пинка. Лучшие спортсмены, которых определила Спартыкиада, представят город на областных соревнованиях.